всем привет мои хорошие с вами любовь и мой мирок орхидей да вот эту орхидею ожидает скоро без субстратное содержание либо замена горшка и субстрата да сегодня мы с вами будем менять двум орхидей ком горшочки зачищать корешочки они уже сидят у нас без субстрата прекрасно себя чувствовать чуть позже я вам обязательно их покажу ну а кто смотрит постоянно мои видео те наверное уже по форме горшка и посадки вот этой непонятной понимают о какой орхидеи сейчас идет речь я не просто так вам ее показываю а хочу просто похвалиться вот этим чудо чудо цветком девчат ребят я этот цветок ждала почти три года представляете три года ждать вот эту красоту неописуемую красавицу если честно да это big bang big bang который процвел по сорту у меня их два второй еще не открыл ни одного но там вообще один бутончик у второго почему-то ну тот у меня живет год этот живет три года в моих условиях тот big bang который еще не распустился год обязательно вам его тоже потом покажу вот такой вот красоту наконец-то наконец-то я дождалась его цветение хотя посмотрите на его бутоны они совсем не похожи на вот этот рельеф который есть у этого цветочка он очень красивый девчат но он очень маленький я не ожидала такого размера данного цветка возможно он следующем цветение процветет гораздо больше но на данный момент он размером как колода вот он такой же маленький пять сантиметров но от силы пять с половиной не больше вот такой вот красавчик первый день как он открылся полностью поэтому возможно он еще и подрастет ну конечно я все это время пока он открыл вот этот цветочек очень переживала потому что у него смотрите как сейчас поверну аккуратно как висят его бутончики такое ощущение как будто он их сейчас засушит и сбросит вот пока он их надувал растил а я ходила вокруг него и говорила но только не сбрось ну хоть один из трех для меня открой чтобы я на тебя посмотрела вы представляете это оказывается вот так big bang ростит свои бутончики как будто бы хочет их засушить вот так вниз опустил головку до люблю я тебя люблю какой бы ты маленький не был я так долго ждала вот этого цветения это растение у меня три года но она никак не хотела расти я уже думала его пересаживать без субстратное содержание и тут вдруг у него пошел рост листьев и он выдал цветонос ну хорошо посиди так он сидит полностью во мхе три года здесь если их захочешь что-то увидеть просто не увидишь но там корни я думаю что есть потому что мог растущий растущий и он такой вот зеленый сверху кора это моя любимая посадка внизу мог сверху кора ну вот мне хотелось в начале наших обработок сегодня показать вам вот этого красавца он действительно божественный будем надеяться что он следующем цветение процветет гораздо крупней ну а вы напишите мне пожалуйста у кого есть такой сорт как он у вас процвет большой любил цветочек но на ощупь он конечно да кожаный восковый ощущаются все его вот эти вот он вот здесь желтенький кажется на видео что он белый а он желтый вот эти вот все штучки девчата он очень красивый он просто великолепный ну будем ждать теперь второго моего красавцы посмотрим тот этот зацвел по сорту я очень рада и будем ждать того как зацветет он пошлите заниматься орхидей коми без субстрата я думаю что я вас вначале видео порадовала вот этим красавчиком ну и вот они наши с вами красавицы который мы сегодня будем маленечко обновлять что мы будем с ними делать на заднем плане у нас стоит или ночка которую я когда-то вырастила из одного листика вот поступила орхидей когда я занималась азиатскими орхидеями все знаете и вот одна из за всех было в очень плачевном состоянии это вот эта орхидейка мы ей займемся чуть позже на данный момент она уже цветет у меня сейчас она отдыхает но до этого она очень долго цвела но такие орхидеи как белина цветут одним двумя цветочками на коротеньком цветоносе опуская свои листики вот так вот на одну сторону красавица и вот такая вот орхидейка под названием не могу никогда это название сказать мандала или мандала как правильно сделать ударение надеюсь youtube не не забанит моим видео вот такая у нас здесь красота сейчас она стоит полностью в воде залито под самую шею специально чтобы отошли все корешочки от стеночек горшочка что я конечно сомневаюсь но вроде вон получается зашевелились там они с камнями сидят внизу камни потому что не доставала она своими корешками до самого низа и я положила камушки в самый низ для того чтобы опа вроде отошли все и видите уже камушки дали такую зелень но она меня нисколько не пугает эта зелень просто хочу маленечко ей поменять горшочек потому что она корешки начала выпускать вверх и вот один уже я сама нечаянно сломала корни растущие поэтому я думаю что она замену баночки не заметит сейчас солью водичку и мы с вами продолжим так водичку я слила камушки вроде все шевелятся вот если честно боюсь ее сейчас отсюда извлекать думаю что не дай бог какой-нибудь корешок ой все отошли слава богу все корешочки отошли от стеночек и вот такая зелень в горшочке но орхидею это вполне устраивало сюда она садилась совершенно без корней корней у нее здесь не было ну а сейчас наросли вот такие корешульки хочу маленечко их выпрямить потому что другая емкость чуть-чуть другая формой ничего у нас сейчас с вами все получится я думаю сделать безболезненно не хочет свои корешульки выпрямлять все отправлю ее еще пока помочиться мы с вами с белиной поговорим поговорим чуть-чуть камушки может нам когда-нибудь пригодятся может и сейчас пока их уберу в сторону белина у нас с вами сидит вот это одна бутылка была разрезанная внизу крышка которую можно отвернуть и вся вода отсюда выйдет белина ко мне поступила поступила в девятнадцатом году а реанимироваться начала 7 11 19 то есть у нее в этот день был один единственный листик как я ее реанимировала взяла стаканчик этот листик поставила листик естественно был с тоненькой шейкой шейка была но она была настолько тоненькая прям наверное вот знаете как вот эта палочка ну вот как вот этот корешок и надежды не было никакой я поставила ее в мох листик в в емкости взяла емкость поставила этот листик с шейкой в мох и накрыла сверху другой баночкой то есть сделала тепличку сверху в баночке тоже были дырочки и вот так во влажной тепличке этот единственный листик с тоненькой шейкой у меня стоял месяца два потом нет нет и начал появляться второй листик второй третий и моя красавица нарастила кучу корней и в один прекрасный момент она начала на своих листиках кстати такой вопрос тоже задавали возможно вдруг смотрит этот человек про липкие пятна орхидея начала выпускать липкие пятна на обратной стороне листа я их протирала всеми растворами то есть насекомых на орхидеи не было цвести орхидеи в тот момент не собиралась но липкие пятна она на обратной стороне листа полностью по всему листу выпускала такие липкие пятна надо обязательно удалять иначе орхидея просто покроется всякой бякой некрасивой то есть грибком потому что эти липкие пятна они сладкие и они въедаются в листочки потом образуется грибок такие липкие пятна надо убирать и находить причину почему они появились если это происходит из-за того что ваша орхидея собирается зацвести то есть выпускает цветонос то ничего страшного липкие пятна бывают когда появляются насекомые они их оставляют и когда орхидеи не нравится содержание то есть не нравится сильно повышенная влажность не нравится очень жарко ей либо есть сквозняк то есть ну вот вам на месте лучше определить да где стоит ваша орхидей к моя орхидея стояла на в том месте где до десяти утра светило солнце и и это не нравилось и не нравилось содержание в котором она находилась она сидела во мхе мне пришлось извлечь орхидею из мха посадите ее без субстрата и поменять ей окно и после этого ни одного липкого пятна больше на орхидее не было это я думаю как раз я ответила на вопрос не так давно кто-то из девочек задавал такой вопрос под одним из моих видео ну давайте тоже сольем водичку и посмотрим что же у нас там с корневой так водичку я слила но она тоже там у нас сидит чуть-чуть мха и маленечко камушков для утяжеления ей делала потому что она растет на одну сторону я боялась как бы она не перевернулась поэтому сейчас будем стараться отсюда ее освободить если получится а там у меня еще горшок что ли ну вот до этого могла додуматься только я однозначно даже сама забыла как и что она у меня здесь сидит значит поминаем горшок ну да какие-то корни мы сейчас травмируем уже вижу что травмировали но ничего страшного не все корни отошли от стеночек горшочка видите внизу маленечко мха корни конечно как я говорила в предыдущем видео в такой посадке будут портиться какие-то именно для этого я сегодня ее отсюда и освобождаю чтобы посмотреть что у нее там внутри дать ей новый горшочек более комфортный до стаканчик что там у нас сейчас получится я уже приготовила вам пока не показываю сейчас уберем все плохие корешочки камушки нам могут пригодиться их просто помоем и потом можно будет или воспользоваться за заново вот у нас плохие корни моих просто удаляем удалять мы будем ничего тут те же оставлять вот ее старая шея берем и отрезаем кусок этой шеи вот она тонюсенькая шейка когда-то было здесь у нас тяжики здесь плохой корешок удаляем здесь испорченный корешочек отрезаем здесь мы сейчас с вами испортили сами вынимая из посадки здесь тоже давайте вот так отрежем до хорошего вот тоже видите и он вот это место тоже испорченный корешков предостаточно поэтому осторожно отрезаем от шеи так здесь вот тоже кончик от портился но остальные вроде бы все хорошие так здесь у нас старенький цветоносик был отрезаем эти какие маленькие цветоносики у этой орхидей ки вон цветоносик был и зачищаем все чешуйки а под чешуйками по моему цветонос эти чешуйки и не один эти чешуйки желательно снимать стараться сразу потому что под ними могут быть и закуплены закупливаться корни и также цветоносы бывают настолько ленивые скажем тогда который вот хочет именно здесь выйти и больше нигде а чешуйки будут мешать потому что они очень жесткие их даже проблемно потом вот снять без размочки я стараюсь размачивать шею орхидеи ножницы летают перед такими действиями здесь просто уже видите корешок растущий если сейчас полезу туда чистить эту чешуйку я сломаю этот корешок мне совсем не хочется этого делать поэтому теперь уже как получилось как вам показать вот видите никак не подцепить эту чешуйку она не поддается сейчас попробую без вас это сделать будет мне удобней но все мои хорошие как получилось я здесь зачистила ей шейку осторожно аккуратно ну и все от старого мха что там был в посадке у него в этой и внизу корешочки я освобождать не буду то есть промывать никак это не буду все дело так и оставлю она постепенно сама все смоется вымоется ну а сейчас мы с вами будем помещать их в новенькие домики еще в кончик не очень хороший уберем здесь просто закупленный все ну что мои хорошие любимые мои баночки вот эти кстати эти баночки смотрятся довольно таки симпатично и продавались они раньше сейчас не знаю продаются или нет фикс прайсе здесь еще есть крышечка то есть для кухни крышечка такая пластмассовая ну я вот их приспособил и что-то стоили они тогда я покупал их несколько лет назад стоили они тогда совсем недорого вот этот корешок торчит к верху мне его никак не опустил туда поэтому пускай пока он так и торчит корешочки касаются дна что нам и надо чтобы корни касались обязательно донышко все это орхидейка села сюда замечательно я даже не буду сюда ложить ложить класть класть ложить никаких камушков никакого мха буду подливать периодически водички как я это делаю посмотрите предыдущее видео ссылка на него оставлена в правом верхнем углу ну а так можно просто перейти в предыдущем видео которое было ранее выпущено там как раз я говорила про орхидеи без субстрата вот это села замечательно красотка мне очень даже нравится то есть она теперь не так сильно переворачивается на одну сторону она больше уходит сюда в горшочек в этот и вот этот корешок я надеюсь что все таки я смогу его потом опустить туда в горшок но это она решит сама все с одной красавицей разобрались но теперь стоит нам вот эту красотку с вами посадить конечно я думаю что сюда она не поместится вот с такой золотой каем к ей взяла фужерчик вино не пью так пусть орхидеи в нем сидят а вдруг получится вот как раз маленький горлышко узенькая то что и надо бы и орхидей к еще небольшая поэтому ей с широким горлышком вообще тяжело сидеть корни которые были воздушные я специально мочила в воде чтобы они стали более-менее эластичными и сейчас постараемся осторожно опустить все корешочки туда чтобы их не травмировать прям вот как-то по одному по 2 и осторожно один запихиваешь 10 вылазит всегда говорю нам женщинам надо три руки можно 4 берем палочку и начинаем помогать палочкой вот 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 так ночью эти там и поместили самое главное это вот эти были для меня раз один пошел один пошел но эти по моему так и останутся сверху я не хочу этого да вот если горлышко было пошире тогда бы она сюда лучше села не хочет сидеть золотой каемкой может здесь захочет здесь хотя бы низ круглей может так лягут корешочки лучше жалко конечно мне хотелось вот в такой узенький и утрамбовать нет в этот она тоже не сядет ох 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 дубль 3 был такой такой и такой думаю такой ей больше понравится пробуем ёш-моёш ах кого-то песен такие слова мои мне как удобно с ними с этими словами комфортно так так конечно где-то сейчас залома возможно будут но они высохнут может не будет пока нету пока получается один остался чат сейчас вот этот сломается этот чуть-чуть треснул чуть-чуть теперь осторожно потихоньку опускаем корешочки вниз ух ты какой шустрый я тебя туда-то обратно пока горит ты там всех запихиваешь я выберу не и нет 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 ты пойдешь вниз там тебе будет хорошо потом я точно знаю что у нас тут сами получается там все корешочки на дне именно этого я и добивалась чтобы они сели на дно теперь несколько дней но точнее даже можно неделю не поливать орхидейку для того чтобы все трещинки подсохли они подсохнут и все будет замечательно насколько я помню там одна но от силы две трещинки получилось и вот такие у нас с вами посадочки сегодня я думаю что неплохо даже получилось гораздо симпатичнее смотрится чем смотрелось правда ну не знаю как кому мне очень нравится и я точно знаю что орхидеи себя чувствовать в этих посадках будут замечательно более подробную информацию опять же вы можете посмотреть видео предыдущем и есть плейлист орхидеи без субстрата переходите в плейлист и находите данное название и можно будет посмотреть много видео про содержание орхидей без субстрата все мои хорошие всем пока пока и до новых встреч